Практическое подтверждение Практическое подтверждение Практическое подтверждение Практическое подтверждение Практическое подтверждение Практическое подтверждение И тогда уже в Москве мы сопоставив По карте посмотрев на Сверху на все это Обратили внимание на то что Подобные объекты Они действительно бьются линиями Вот эти линии Надо изучать то есть их нужно Расставлять нужно проводить Эти исследования Наносить отдельную карту составлять И я думаю что можно будет прийти К определенным Именно картографическим навигационным пониманием, которые раньше использовались вполне. И действительно есть в экспедициях находки и изюминки в этом отношении. Например, Ахуновские менгиры. Это тоже Челябинская область, Урал и Башкирия, территория Башкирии. Но что интересно, это самый крупный на территории Урала именно кольцевидный объект менгиров. По-моему, 10 огромных мегалитов разных размеров стоят вертикально кольцевидной формы и стоят они по созвездию ковш, сейчас лось, на полярную звезду. Но некоторые ученые выдвигали версии исследователей, что возможно в разное время смотреть на расположение эти камни и видеть другие совпадения со свастичными созвездиями Геркулеса. Но интересно то, что рядом с этим комплексом из 10 камней кольцевидных находятся три отдельно стоящих менгиры, которые тоже между собой образуют эту регулярность. исследователям будет интересно связать это вместе. Действительно, некоторые менгиры мы уже видели в том виде, в котором сейчас они в горизонтальном положении находятся, в копаной землю. Но понятно, что есть высота и рядом ты ее наблюдаешь и поднимаешься туда, где контрольная точка высоты. То есть скорее всего он был смещен неважно уже человеком или погодными условиями скорее человеком вниз и таким образом сейчас просто непонятно. Но если именно с той точки проводить анализ и проводить эти линии то скорее всего он также попадет на другой комплекс подобный. Еще интересный момент проводили наши коллеги надо обозначить интересный момент которые проводили исследования которые для себя проводили наши коллеги из Санкт-Петербурга. Это вот работа групп исследователей в составе ленинградской группы геологов под руководством Ивана Гончарова они методом биовлокации проверяли менгиры на наличие сознания. И ну с точки зрения именно проявления живой материи через природу есть ли проявления или нет такие и вот такие проявления они оказались действительно есть вот мало того им удалось установить закономерность что вот эти эмигритические системы так называемые места силы которые значит обозначаются в виде крупных камней или комплексов таких вот кромлихов значит или капич значит они те которые имеют сознание они однозначно связаны с собой между собой линиями с другими такими же подобными комплексами вот и все это напоминает действительно соту вот или если соту разложить то значит треугольник раньше когда не было космических систем навигации иных допустим использовались компасы простые использовались вот такие метки современный пример тренагуляции вот то на картах зачастую ставились обозначения которые помогали путнику ориентироваться так сказать в местности не зная картографических так сказать особенностей и вот возможно не только на картах Ремезова обозначены такие элементы в виде рисунков но считается что к утерянным картам чертежам существуют описательные карты которые составлялись в период правления Ивана Гродного и задачей было описать ту местность по которой двигался путник и как раз очень удобно было в таких картах тогда в любом случае показывать вот такие менгиры и подобные места которые существуют уже тысячи лет вот и в любом случае они существовали период Ивана Гродного и они не могли быть незамеченными если в тот период они попадали на маршруты торговых или иных путей я думаю изначально это граница конечно это граница дело в том что у нас правление до Российской империи то есть до той системы ценностей которую мы приняли и принимаем сейчас в Российской Федерации оттуда у нас была другая система управления это вольная это описывается как племенной строй но это не так то есть это больше описывается как системно копного права у казачества и перемещения среди народов были территориально неограничены тем пространством которым позже были ограничены и если посмотреть карту Ломоносова допустим это времен 1737 года Академии наук даже официально Санкт-Петербурга которые не могли отрицать ни Шресар ни Байер там написано вольная Тартария она имеет огромную территорию эта территория охранялась так называемой Ордой в Орду попадали те лучшие воины которые из семьи были переданы во служение и перемещение вот этой Орды даже из официальной истории известно она была и в Индию и в Китай и в Европу и на Кавказ и в общем-то не зная вот таких точных описаний и не знания вот таких границ вот этих владений уже родовых скажем гняжевских нельзя было обеспечить правильную безопасность и обеспечить возможность накопления то есть этими системами да своих плат вот потому что раньше понятия налогов не существовало было понятие дань а дань собиралась на самом деле слишком то есть лишка это то что лишнее что не входило в обеспечение системы семей вот и лишнее распределялось не десятиной даже иногда а половиной потому что половина оставалась в этих семьях а половина передавалась дальше по системе от десятника к сотнику у каждого половину и так от половины так формировалась казна и вот за этими половинками надо было ехать то есть это нужно было охранять вот их нужно было довозить но казна была размазана так сказать по всему обществу то есть ее нельзя было в одном месте взять и ограбить или отнять или покорив какой-то конкретный город забрать всю казну это было невозможно потому что она была размазана от десятника до получается там 100 миллионников и в каждой десятиличной системе была вот эта половинка то есть по арифметической прогрессии она везде расходилась вот поэтому это надо было охранять и вот эти границы они однозначно отмечались но думаю что функционал вот этих отметок однозначно удобно было бы делать навигационно действительно некоторые находки в общем-то в пользу нашей этой теории дают конкретное подтверждение потому что есть в Самарской Луке место где такие находки собирали и они установлены как бы в мини-музее в своем и когда мы приехали в этот краеведческий клад посмотреть что было в коллекции то удивила некоторая символика то есть действительно там на менгирах можно сказать тогда то есть насечены различные символы части из них повторяющиеся то есть имеющиеся перекрестия как бы условный компас на сегодня который мог бы легко быть установлен именно в правильном положении по местности и путнику совершенно четко давать ориентир где он находится куда ему надо дальше продолжить путь мало того то есть та местность из которой эти менгиры если помнишь доставали она как раз имеет исключительно в верхней точке высот тех локациях где мы были и действительно оттуда просматривается другая высота где вот полдругой комплекс менгиров находился да и оттуда значит вот этот камень вот и получается что при всем сакральном смысле значит использование таких мест был совершенно практический смысл заключающийся навигации